На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Напределились победители и призеры чемпионата Беларуси по вольной борьбе. Турнир проходил в Минске. В активе спортсменов из Гомельской области пять наград. К сожалению, ни одной высшего достоинства. Ближе всех к верхней ступени пьедестала почета был Евгений Ребиков. В финале весовой категории до 61 килограмма гомельчанин уступил представителю Могилева Владиславу Кайко. Бронзовыми призерами чемпионата страны стали Дмитрий Курзов, Владислав Ковалев, Алексей Пархоменко и Данила Широков. В командном зачете сборная Гомельской области заняла пятое место. Первую строку заняли минчане. Жлобинский металлург не смог поразить ворота юности в домашнем поединке хоккейного чемпионата страны в экстралиге. Первый период оказался безголевым, а вот уже на старте второго усилиями Антонова гости появили. Завершили период минчане еще одной результативной атакой. Отличился Колготин. Начало с заключительной трети также осталось за юностью. Чуть более минуты понадобилось Кашкару, чтобы сделать цифры на табло 3-0 в пользу столичной команды. 16 января к Столиварам в гости приедет другой лидер чемпионата Гродненский Неман. Гомель в этот день играет в Солигорске с Шахтером. Футбольный клуб Гомель завтра начнет подготовку к новому сезону в распоряжении тренерского штаба 21 футболист. Первый учебно-тренировочный сбор продлится до 8 февраля и завершится спаррингом с Мозырьской Славией. Также на 25 января запланирован товарищеский матч с Минском на его поле, а 1 февраля соперником зелено-белых будет Бобруйская Белшина. Игры с Бобруйчанами и Славией пройдут в новом футбольном манеже на стадионе «Луч». Напомню, что в будущем сезоне Гомель будет выступать в первой лиге чемпионата Беларуси. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.